Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. Перед вами необрезанное, то есть дерево, которое не обрезалось, и уже обрезанное дерево. Заметьте, что после обрезки всегда возникают волчки или побеги, стребящиеся вверх. То есть дерево пытается восстановиться. Цель обрезки убрать массу обрастающих веточек и оставить только концевые обрастающие веточки и в основном плодовые. Плодовые это маленькие веточки с крупными почками. Вот такие и дерево получается. Во-первых, мы его раскрываем и убираем все растущие или загущающие крону веточки. После обрезки дерево приобретает такой вид. Вот ветвь, которая не обрезана. После удаления или при укорачивании кроны, после удаления большой ветки вырастают жировики. Не всегда можно вырезать секатором, поэтому я применяю обречную пилку и вырезаю эти волчки просто пилкой под на кольцо. То есть притык к стволу. Для обновления ветви, если есть желание, беру один из волчков, делаю на нем насечки. Сразу при обрезке, ножовкой делаю насечки. Это называется кербовка. В одном из видео я показывал, что это такое, для того, чтобы вызвать дополнительное ветвление. И потом, оставляя определенную высоту, перевожу на бок. Так я обновляю старую ветвь. Перевожу я на более молодую и ее таким способом формирую. Пока она еще не выросла, я продолжаю формировать существующую ветку. Чтобы ветвь не уходила вверх, я обрезаю на вот такие вот веточки. Более вертикально удаляю. Если дерево уходит сильно в сторону, я просто его укорачиваю. Укорачиваю, к примеру, вот ветка. Уходит в ту сторону. Я ее переведу на эту ветвь. Ветку. В будущем, когда укрепится веточка вот эта, я укорочу вот эту всю ветвь аж вот здесь. Аж вот здесь. Это будет омоложение ветки. Это будет корректировка длины ветки, для того, чтобы она не расширялась. И вот что получилось после полной обрезки дерева. Крона осветлена, то есть все загущающие ветки удалены, убрали лишние загущающие ветви. И вот результат обрезки. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Орех. До свидания. Продолжение следует...